Адаптироваться к новой реальности. Такая задача сейчас стоит перед индустрией туризма, в том числе местного. На днях представители Пермского агентства по туризму и молодежной политике рассказали о новинках, которые вскоре появятся в этой сфере и будут предложены жителям Парикамья. О некоторых из них узнала Юлия Зыкова. Режим изоляции рано или поздно завершится, и для туристических компаний сейчас время переосмыслить свои подходы и цели. По словам экспертов, правила игры меняются. После пандемии в тренде будет внутренний туризм. Местные компании ориентируются на жителей Пермского края и гостей из соседних регионов. Акцент на оздоровительные программы, экологический и активный отдых. Большой спрос будет, например, на сплавы по Уральским рекам. С целью создания инфраструктуры на водных маршрутах в этом году на основе запросов туристов и туроператоров Пермского края на территории природного парка Пермский будет обустроено 18 туристических стоянок по рекам Усевич, Усабо и Вишере. Также с целью оказания туристко-информационных услуг в 2020 году запланировано строительство визит-центров в селе Кын и городе Губахи. На привлеченные средства будут реализованы мероприятия по созданию смотровой площадки по пути к Усвинским столбам. Скальный массив Усвинские столбы, протянувшийся на несколько километров, всегда пользовался популярностью у туристов и у местных, и у приезжих из других регионов и стран. А после недавних съемок в этом районе фильма «Географ-глобус-пропел» популярность этого места еще больше возросла. Так же, как и у ландшафтного памятника природы «Каменный город», который тоже недавно стал съемочной площадкой для фильма «Сердце Пармы». Народная тропа сюда не зарастет и в нынешнем году. Вода прорезала целые улицы, площади и проспекты в этом удивительном каменном месте. Как рассказали в Краевом агентстве по туризму, в этом году разработаны новые направления. Например, экскурсионный тур в заказник «Лунежские горы». Это гипсовые утесы, которые протянулись на 30 километров вдоль берега Камы от Палазны до Добрянки. Гипс и ангидрит образуют своеобразные узоры и небольшие пещеры. Новинкой сезона станет и теплоходный маршрут «Перм-Оса-Перм». На нем, например, можно добраться до места проведения фестиваля экстремальных видов спорта «Оса-Акватория-Беринга», который запланирован на июль. Разрабатывают и маршруты, предназначенные для пожилых людей. По словам Юлии Ветошкиной, наш регион вошел в число участников федерального проекта под названием «Прошагай город, укрепляй здоровье». В городах Пермского края будут разработаны пешие маршруты, созданные с учетом особенностей лиц старшего поколения. Причем люди старшего поколения сами станут непосредственно разработчиками этих маршрутов и пройдут обучение для того, чтобы проводить экскурсии для своих сверстников. Вся информация будет опубликована на интернет-ресурсе visitperm.ru, который сейчас тоже в стадии обновления. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.